Привет, дорогой друг! Ты находишься на канале, посвященном Канаде, и я бы хотел тебя поздравить с новым 2022 годом. На этом канале мы с моими подписчиками разбираем всякие способы переезда в Канаду, что стоит в Канаде делать, что не стоит, как туда уехать, как поехать по рабочей визе, по миграционной визе, по студенческой визе, вот это все, короче, я вам тут рассказываю. Если тебя интересует тема Канады, и ты еще не подписан на этот канал, welcome, так сказать, в подписочки, да, там вот нажми кнопочку, поставь лайк. Сегодняшний ролик будет про 9 тезисов, которые ошибочно большинство моих подписчиков считают истиной в последней инстанции. Сегодня я вам расскажу про 9 ошибочных тезисов, которые действительно вашу иммиграцию в Канаду могут затормозить. Сегодня я поговорю с вами о том, зачем это говорится, что это такое, и почему это все неправда. Опять же, конкретно сегодняшний ролик это чисто субъективщина, это чисто мое мнение и отношение к этим 9 тезисам. Дорогие мои подписчики, если вы хотите конкретно пруфов, то в данном ролике вы их не увидите. Данный ролик это исключительно мое субъективное, мать его, мнение. Если вам нужны пруфы, вы можете зайти под 99 других моих роликов, зайти в описании и посмотреть там. Я рассказываю про иммиграционную программу, я оставляю пруфы на нее, ссылку на официальный сайт. Я рассказываю про какую-нибудь рабочую визу, про какой-то момент, про оформление рабочей визы, я всегда оставляю ссылки в описании. На официальные источники, не на какие-то источники там, связанные с какими-то там непонятными мне людьми, конкретно на официальные источники, только на официальные источники. Статистика Канады, говорю про статистику, скидываю ссылку на статистику. Но данный ролик это мое субъективное мнение, дорогой мой друг. И просто я решил подобрать 9 тезисов, которые я часто слышу от своих подписчиков, и которые являются неправильными, неправильными тезисами. И которые конкретно, на мой взгляд, тормозят конкретную миграцию моих подписчиков. Вот. Ставим лайки, подписываемся на канал. А, да, забыл. Скучно вот так вот, что я в машине сижу. Давайте мы с вами сейчас переедем в Канаду и посмотрим, погуляем на территории Канады. Как вам такой прикол? Нравится? Я считаю, что нравится. Посмотрите, что там, как в Канаде вообще дела происходят. Поехали. Дорогие друзья, я тут ролик уже записал и подумал, что еще один момент, который должен каждый из вас уяснить. Это очень важно. Возможно, этот момент будет в минус мне, да, но это будет в плюс вам. Сейчас объясню. Резюме для поиска работы в Канаде вы можете делать самостоятельно. Если вам кто-то говорит о том, что вот, только заказав резюме у меня, ты завтра найдешь себе работу в Канаде, это чушь собачья. Вы можете все делать самостоятельно. Вас никто ни к чему не принуждает. Ну, по крайней мере, на этом канале. Я рекомендую сделать все самостоятельно. Самостоятельно. Пожалуйста, дорогие мои друзья, чтобы не было потом вопросов ко мне, чтобы не было таких, такой фигни типа, а, да ты там специально канал ведешь, чтобы там резюмехи там продавать, там ловешка мутится, бабосики крутятся и тому подобное. Короче, официальное заявление от канала к вам, резюме для поиска работы на территории Канады вы можете делать самостоятельно. Вы его можете сделать, я уверен в вас, это 100%. Бывают случаи, мне ребята присылают свое резюме, говорят, Ваня, посмотри, я нашел работу, делал резюме сам. Много ребят видел в чатах у меня в Телеграм-канале, кстати, кто не подписан, подписывайтесь. Тоже говорят, я сделал сам резюме, нашел работу на территории Канады. Я записывал интервью с подписчиками, которые нашли работу в Канаде самостоятельно, делая резюме самостоятельно. И я как бы об этом постоянно говорю. Если подписчик сделал сам себе резюме, нашел работу, мы делаем с ним интервью, я говорю, подписчик все сделал сам, подписчик молодец. Я тут никакого отношения не имею. И таких случаев тоже много. Дорогие мои друзья, просто это тоже запомните. Это вот тезис, вне тезисов, о которых я вам сказал. Чтобы вы просто потом, ну там, что-то не подумали лишнего по поводу того, что я вдруг что-то вас пытаюсь как-то вас там это там нагнуть. Все можно делать самостоятельно. Ну а теперь продолжаем ролик. Поехали. Дорогие друзья, я подготовил 9 тезисов. Эти 9 тезисов являются распространенными ошибками или распространенным мнением о переезде в Канаду, которые, на мой взгляд, считаются, ну, не очень-то правильными. Опять же, весь этот ролик – это чистая субъективщина. Весь этот ролик – чистая субъективщина, к которой я вот дошел за свои годы, так сказать, лазиня по сайтам Канады, разбиранием вот этих всех систем иммиграции и тому подобным. И я бы хотел сегодня с вами ими поделиться, потому что, ну, объективно говоря, для многих из вас некоторые из этих тезисов будут являться, как вы думаете, правдой, а фактически это, ну, немножко-то и неправильно. Начнем, ребяточки, с первого тезиса и с первой ошибки, о которой думают многие мои подписчики. Звучит она так. Поеду по туристической визе в Канаду и останусь. Или на месте разберусь, там, найду работу и тому подобное. Ну, начнем разбирать этот тезис. Для того, чтобы уехать в Канаду по туристической визе, надо сначала ее получить. Не каждому из вас ее вот так сходу дадут. Туристическую визу в Канаду получить возможно, но это тоже сложно. Надо убедить правительство Канады, что ты приедешь, посмотришь страну и уедешь. Опять же, мы сейчас не говорим про людей таких, как я, например, которым туристическая виза в Канаду вообще не нужна. У меня израильский паспорт, я могу спокойно поехать, мне не нужна вообще виза. Ну, нужна электронная, если я лечу на территорию Канады на самолете. Или, если я въезжаю из территории Америки, мне даже электронная виза не нужна, я могу спокойно просто проехать. Но для 99% моих подписчиков это, ну, проблемочка. Это большая-большая проблемочка. Вот. Но представим картину, вы получили эту туристическую визу, вы приехали в Канаду, что же вы делаете дальше? Правильно, вы интенсивно тратите свои накопления, потому что надо снять жилье. И как ты останешься? Как? Ну, по туристической визе ты не имеешь права работать официально. Будешь искать работу? Не факт, что ты быстро найдешь работу. Опять же, многие из моих подписчиков делают, ну, неправильный для меня вот способ. Они приезжают на территорию Канады, начинают интенсивно искать работу. Кто-то остается там работать в черную, что приводит к тому, что людей потом ловят, проверяют их иммиграционный статус. Это, конечно, редко, но, возможно, вас могут поймать и проверят ваш иммиграционный статус, узнают, что, не дай бог, вы нелегально находитесь в Канаде, вас выгонят из страны. И скажут, а-ля, улю, мальчик, иди отсюда нафиг. И еще бан повесят. Некоторые, конечно, делают более хитрым способом. Едут по туристической визе, отучаются на дальнобойщика в трак-школе. И потом после этого находят себе работу спокойно и работают дальнобойщиком. Такое есть, но это дорого. Я просто к тому, что для 99% моих подписчиков вариант «останусь в Канаде по туристической визе» он нереальный. В связи с тем, что не хватит денег. Просто физически не хватит денег. А половине из них просто не дадут банально туристическую визу, потому что подумают, что ты там хочешь задержаться. Туристическая виза, повторюсь, она нужна исключительно для тех случаев, чтобы поехать на территорию Канады, посмотреть Канаду в туристических целях. Вот. Это главное, что вы должны запомнить. Поэтому этот тезис, он ошибочный. Мы едем дальше. Второй тезис, который тоже является ошибочным, но большинство моих подписчиков считает, что это вот прям правда 100%. Чтобы уехать в Канаду, надо найти там работу. Да, многие программы иммиграции требуют от вас джоп-офер. Да, многие требуют, но не все. Существует программа иммиграции, где джоп-офер не нужен. То есть фактически, да, есть программы, для которых нужен джоп-офер. А есть программы, для которых не нужен джоп-офер. Я на нашем канале, уже на нашем, не на моем, на нашем, потому что нас много. На нашем канале постоянно говорю о программах иммиграции, для которых джоп-офер не нужен. И я рекомендую знакомиться с моим каналом. То есть, фактически, есть программы, действительно, по которым не нужен джоп-офер. Опять же, там, конечно, более сложные требования к английскому языку, надо с собой деньги привезти, бла-бла-бла и тому подобное, но существуют способы переезда в Канаду даже без джоп-офера. Это надо запомнить, ребяточки. Это вот ошибочное мнение, что вот, блин, без рабочей визы, без поиска работы на территории Канады и в Канаду не уехать. Конечно, правительству Канаде выгоднее брать людей, которые там сразу приезжают работать, либо те, которые уже поработали на территории Канады. Для них это выгоднее, потому что такие люди, они уже интегрировались, так сказать, в систему Канады, они знают, что да как, и либо сейчас вот приедут и уже сразу начнут работать и зарабатывать свои деньги. Такие люди выгоднее. Но существует программа и без этого, без джоп-офера. Следующая вообще-то отвратительная тема, это иммиграция в Канаду, это легко. Ребят, все относительно. И, наверное, вот из-за этого тезиса, это вот главная моя ошибка, я некоторые ролики называю типа легкой программой иммиграции. Но, опять же, почему я так называю? Очень все просто. Я открываю и смотрю, что по отношению с другими программами иммиграции, данная программа, о которой я пишу этот ролик, она, например, легче. Поэтому я называю она легче. То есть у меня был ролик сейчас на канале про программу иммиграции, где требуются специалисты категории НОКС или Д. Для них даже хватит просто школьного образования. И, следовательно, я ролик назвал там типа легкой программой иммиграции. И сразу подписчики, несмотря ролик, видят превью, такие, да, точно, это легкая программа иммиграции. Следовательно, ролик я смотреть не буду. Не буду понимать, зачем он, подхожу я по этой программе или нет. Я просто теперь буду считать, что легко иммигрировать в Канаду. Для кого-то в Канаду иммигрировать легко. Для кого-то это, ну, это очень сложно, это очень долго и это очень муторно. Каждый человек индивидуален. Для каждого что-то легко, а для каждого что-то тяжело. Это нормально. Поэтому мое мнение учитывать по поводу легкой программы или нелегкой не стоит. Так что запомните, легких программ не бывает. Бывают программы более такие лайтовые, ну там по требованию, например, английский язык и тому подобное. Опять же, для кого-то английский язык это не проблема, для кого-то проблема джопофера, для кого-то не проблема джопофера, а английский язык. Поэтому это очень все субъективно. Едем дальше. Следующая тема это иммигрирую в Канаду без знания английского или французского языка. Невозможно. В любом случае, вы хотите уехать по иммиграционным визам, по иммиграционным программам, именно приехать в Канаду и получить вид на жительство, а не приехать там по какой-нибудь визе типа рабочей, либо там студенческой. Вам обязательно надо сдавать языковой тест, вам обязательно надо проходить там IELTS, да, там если вы живете в постсоветском пространстве, вам придется сдавать IELTS, либо тест на знание французского языка. Без сдачи теста французского или английского языка иммигрировать не получится. Другой вопрос, что некоторые проскакивают и не сдают тест по языку по рабочим визам. Это да, это нормально, это бывает. Опять же, я не буду еще заново говорить о том, что не всегда для рабочей визы требуется сдача языкового теста IELTS, но бывают случаи, когда этого не надо делать. Ну, 50-50. То есть, до юра не надо, де-факто иногда запрашивают. Вот. Фактически, тоже неправильный вопрос, неправильный IELTS. Это что? Это то, что вам необязательно сдавать английский язык для того, чтобы иммигрировать. Для иммиграции в Канаду языковой тест давать обязательно. Едем дальше. Вот следующий тезис мне очень нравится. Смотрите, поеду вот по этой программе. Тут можете вставить название любой программе. Она самая легкая. Ну, обычно я слышу, я хочу уехать в рамках атлантической пилотной программы. Она самая легкая. С одной стороны, тезис правильный. Да, атлантическая пилотная программа, ну, в принципе, адекватная для иммиграции. Но все забывают смотреть про квоты. Посмотрите, сколько квот, например, на Canadian Experience Class программу, да, по которой проходят чуть ли не в месяц, бывали случаи, по 25 тысяч человек. И, допустим, по атлантической пилотной программе. По атлантической пилотной программе квоты маленькие. То есть, есть всякие Rural and Oserum Aggression Pilot, которые с виду тоже вроде бы такие адекватные. Да, ну, опять же, там нужен джоп-офер. Но квоты маленькие. То есть, фактически, самые такие вот топовые мастодоны, так сказать, иммиграции в Канаду, это все федеральные программы. Все вот эти пилотные программы, они более местечковые, и на них дают маленькие квоты. То есть, фактически, может быть, вы пройдете по данной программе, и вы уедете, и все отлично. Но таких, как вы, много, и все хотят уехать по данным программам. Поэтому бывают случаи, что по таким программам, типа атлантической пилотной программе и тому подобных, бывают случаи, что вам приходится долго ждать, либо вас не выбрали, потому что, ну, там, квота закончится и тому подобное. Это, опять же, к вопросу о том, что надо разбираться просто в иммиграционных программах. Следующий тезис, который меня просто забавляет, удивляет, и я постоянно о нем слышу. Иммиграционный консультант сказал мне, что за 100-500 тысяч долларов поможет мне на 100% получить вид на жительство Канады. Если вам такое говорят, я просто хотел бы сказать, что вы просто переставите с таким человеком разговаривать, потому что на 100% получить вид на жительство Канады вам никто не даст гарантию. То есть, ну, вам могут помочь с документами, вам могут помочь с описанием программы, вам могут помочь проконсультировать, по какой программе конкретно вам ехать. Это, да, это нормальное явление у консультантов, бывают такие моменты, то есть они, они, наверное, зарабатывают. Вот, то есть они берут, там, твои вводные и начинают их смотреть, говорят, нет, вот вам надо по этой программе ехать, по этой вам не стоит. Вот, ну, фактически вы это все сами можете разобрать на сайте canada.ca. Вот, так вот, когда вам кто-то обещает за 100% гарантию на иммиграцию в Канаду, бегите от такого человека. Это мой вам совет. Дальше. Следующий тезис. Для иммиграции в Канаду мне не нужны деньги. Вот здесь вот тоже камень преткновения. Кто что имеет в виду под словом деньги? Кто-то считает, что он сидит там в Усть-Зажопинске у разбитого корыта и ждет, что правительство Канады привезет его в Канаду и поцелует его в жопку. Нет, такого не будет. Ребят, смотрите, разные программы иммиграции требуют разные финансы. То есть некоторые программы иммиграции требуют, чтобы у вас был proof of found. Это, значит, фигня, которой ты должен показать, что у тебя есть неопределенное количество денег на банковском счете для переезда в Канаду. Это делается для чего? Для того, чтобы ты, приехав в Канаду, не стал бомжом, а начал там хотя бы там с квартиры себе снял, там еды себе купил на первое время, пока ты себе там ищешь, например, работу. Ну вот, только что банально тебе нужно просто будет купить, блин, билет. Ну то есть без билета тоже ты никуда не денешься, тебе надо прилететь в Канаду. Никакая Канада не будет оплачивать тебе билет. Это не Израиль. Это в Израиле, понятно, когда репатриируешься, тебе оплачивают билет до Израиля из любой точки мира, еще и из аэропорта в любую точку Израиля бесплатное такси. Но мы же говорим про Канаду. В Канаде такого, конечно, нет. Вот, поэтому в любом случае деньги нужны. Вопрос только в одном. Сколько нужно денег? И тут вопрос встает просто в выборе программы, либо способы переезда. Ну, самый экономичный способ, на мой взгляд, переезда, это сначала, допустим, поехать по рабочей визе, а потом подаваться в рамках Canadian Experience Class программы. Потому что для Canadian Experience Class программы не нужно как раз показывать вот эти финансы, потому что ты уже находишься на территории Канады, ты работаешь, значит, ты точно не бомж. Вот. Это, опять же, мое субъективное мнение. Каждый может подумать, как-то проработать свою какую-то программу. Просто заходите на сайт Канады, смотрите программы иммиграции, смотрите, какие требования по финансам. Дальше. Следующий тезис меня просто забавляет. Перееду в Канаду, сразу канадская правительство начнет мне помогать, давать денег, жилье и работу. Ребят, вы переезжаете в Канаду, а не в райной земле. Это та же обычная страна. Ты приехал в Канаду, ты должен сам разбираться со своими проблемами. Никто тебе не будет помогать. Канада тебе дает право получать хорошую заработную плату, жить спокойно, тихо, размеренно, без всяких там проблем, просто спокойно, нормально жить. Это не рай на земле. То есть многие приезжают, и у них разбиваются розовые очки, потому что, ну как, ну я же хотел, чтобы мне Канада бесплатно давала миллионы долларов, а она мне не дает. Вот такого не будет, ребят. Вы приезжаете просто в другую страну, в которой, в принципе, в принципе, неплохо жить. Опять же, рая на земле нет, но Канада нормальная страна для проживания. Многим из вас покажется, что даже лучше, чем в Америке. Но это спорный вопрос. Мое мнение такое. Хочешь жить спокойно, тихо, размеренно, Канада? Хочешь быстро драйвовый и попытаться заработать денег, либо просрать все? Америка. В Америке драйвовый, соглашусь. Потому что Канада это большая, хорошая, добрая деревня. Ну и последний тезис на сегодня. В Канаду нереально уехать без вакцины, одобренной Канадой. В данный момент, на момент написания данного ролика, дорогие мои подписчики, по иммиграционным программам требований к вакцинации нет. То есть, фактически, давайте разделим переезд в Канаду в рамках рабочей визы, студенческой визы и переезд в Канаду в рамках иммиграционных программ. Так вот, если вы едете в рамках иммиграционных программ, то... Ну, то есть, получили вы фактически визу на иммиграцию. То есть, не рабочую визу, не студенческую, а иммиграционную. Так вот, тем, кто едет через иммиграционную визу, через иммиграционную программу, в данный момент требования к вакцинации отсутствуют. Если же мой подписчик едет сначала по рабочей визе, а потом, допустим, получает вид на жительство Канады, уже где-то на территории Канады, то в таком случае, к сожалению или к счастью, нужна вакцина. Опять же, я не буду говорить, плохо это или хорошо. Мое мнение такое. Почему бы ее не сделать, если это возможно? Опять же, это мое мнение. Если невозможно, не делай. Не хочешь, не делай. Не хотите, заставлять, не должен и не будет. По иммиграционным программам проблем нет. Дорогие друзья, на сегодня все. Ставим лайки, подписываемся на канал. Я устал, я мухажук. Пойду чилить дальше. До скорого.